И приглашаю всех посмотреть увлекательнейшие поединки, где встретятся 8, не побоюсь этого слова, сильнейших спортсменов на сегодняшний день и оспорят право участвовать в финальной части турнира в честь воина. Судья национальной категории Владимир Катыхин. Пока представляет судей, я хотел бы напомнить вкратце правила соревнований этого турнира. Хочу напомнить о том, что правила соревнований специально разработаны под этот турнир и они универсальны. Недаром проект «Честь воина» проводится по смешанным и недоборствам, где присутствует как ударная техника, так и борцовская техника. Запрещенная техника. Это удары локтями и головой, удушающие и болевые борцовские приемы. И не разрешается также выбрасывать противника за пределы ринга и наносить удары по упавшему противнику. В дальнейшем я еще расскажу про правила, а сейчас посмотрим, кто же выходит на первый поединок. На первый поединок у нас выходит Юрий Горбенко из города Энергодар Запорожской области. Он является чемпионом СНГ по тайскому боксу, чемпионом Украины по тайскому боксу и УШУ. Вес Юрия 90 килограмм. Он 1980 года рождения. Вы помните, Юрий участвовал на прошлом турнире и довольно удачно выступал. Его соперником в этом поединке будет Яловик Владимир из Белоруссии, город Витебск. Владимир является чемпионом Белоруссии по рукопашному бою. Вот он выходит. Его вес 96 килограмм. Довольно высокий спортсмен. Посмотрим, как же сложится поединок. А секундантом сегодня у Владимира, как вы видите, является Денис Соболев. Он является чемпионом нашего турнира второго отборочного и победителем турнира в прошлом году. Он также участвовал в финале. К сожалению, в финале он до победы не дошел, но показал себя с очень неплохой стороны. Да, действительно, Денис Соболев многоопытный боец. Сейчас он выступает в качестве секунданта. И привез своего бойца, своего воспитанника Владимира Яловика из Белоруссии. Наверняка он рассказал ему, как участвовать в этих поединках. Посмотрим, что же преподнесет Владимир в качестве темной вошадки на нашем турнире. И что он сможет противопоставить опытному Юрию Горбенко. Владимир Яловик, город Витебск, Белоруссия. Проверка оборудования. Приветствия спортсменов. Как сказал Юрий, спортсмены отличаются в росте. Сейчас вы очень хорошо видите, что Владимир практически на голову выше Юрия Горбенко. Последнее наставление рефери. И сейчас поединок начнется. Итак, первый раунд. Все готовы. Сигнал, гонг, начало. Владимир сразу пошел в атаку. Работая первым номером. И мы видим, сразу вошел в клинч. Для мастера рукопашного боя, в общем-то, данная техника является достаточной редкостью. Клинч и работа как тайский боксер. Но видим, что Владимир готовился к этому поединку серьезно. Сразу серия лоу-киков. Хорошая работа руками. Но Юрий противопоставляет контр-атакующие действия, очень серьезные. И не дает Владимиру развивать дальше свои атаки. А сейчас вы видели, прошел удар ниже пояса. После чего рефери остановил поединок и дал спортсмену возможность собраться. Сейчас была прекрасная атака. Юрия Горбенко. Он провел серию молниеносную. Работает лоу-кик. Вот сейчас была попытка произвести бэкфист. Удар с разворотом через спину. И спортсмены вошли в клинч. По-прежнему атакует Владимир Яловик. Работая первым номером. Постоянно держит напряжение Юрия Горбенко. Не давая ему возможности провести свою атаку. И пропускает правый прямой через руку. Да, его атаки, в общем-то, достаточно откровенны. И во время атаки он достаточно низко держит руки. Поэтому Юрий высматривает бреши в обороне. И наносит очень хорошие контр-атакующие удары. Закончился первый раунд. И я думаю, сейчас секунданту Юрия Горбенко Алексею Фурманову предстоит разъяснить, как проводить же второй раунд. Чтобы не было подобного в следующем раунде. Мы видим, сейчас постоянно атакует Олеградский. Яловик, извините. И Юрий никак не может ему ничего противопоставить. Но два-три удара правую через руку, вот мы сейчас видим, все-таки у него прошли. И добавили ему определенное количество баллов. Первый раунд прошел ровно. В атаках Владимира и, в общем-то, неплохие контр-атаки Юрия были. Отдать преимущество кому-то я бы не решился. Поэтому существует интрига боя. И будет интересно во втором и третьем раунде, надеюсь. Если бы он не закончился досрочно. Конечно. Второй раунд. И мы сейчас посмотрим, какие же наставления отдал секундант Юрия Горбенко. Парни без разведки пошли. Теперь в атаку оба. Слеснулись. И, в общем-то, пришлось остановить поединок. Потому как они просто запутались в канатах. Все-таки поддавливает немножко Владимир. Но Юрий очень хорошо выходит из этой ситуации. И видно, что подготовка у него на руках. И подготовка техники тайского боксера повыше все-таки. В результате Яловик пропускает несколько боковых ударов в голову. И мы видим, что он сейчас уже немножко подустал после подобных атак. Ну, такие удары в голову, они не проходят даром. В общем-то, сейчас большой симфонический оркестр играет, скорее всего, в голове у Владимира. Вот. И ему все тяжелее вести дальше поединок. Юрий постепенно перехватывает инициативы Юрия Горбенко. Вот пошла и бросковая техника. Рефери немедленно останавливает бойцов, которые упали. Поднимается. И поединок продолжается. Данное техническое действие, по всей видимости, судьи оценят в один или два балла. Юрий продолжает долбить ногу соперника. Причем очень ощутимые лоу-кики, удары в бедро. Это то же самое дает преимущество Юрию. А Владимир уже чувствует себя на ринге не совсем уверенно. И мы видели, как у Горбенко проходили прямые удары в голову. В принципе, он только этим и начинает противника своего разбивать. Нога, рука, нога, рука. А Владимир Яловик уже устал и не может противопоставить того, что он делал в первом раунде. То есть натиск и работа ног. Вот видим, как проходят удары рук у Юрия Горбенко. Поединки в проекте «Честь воина» скоротечны. Они проводятся три раунда по две минуты, с перерывом минуту между раундами. Поэтому спортсмены должны показать все, что они способны в этих коротких раундах. Вот мы видим сейчас неплохой бросок, который произвел Юрий Горбенко. Я сказал, что он получит за это обязательно баллы. Эта атака пока не достигла цели. Но после несколько достаточно грязных ударов, как оценят их судьи, мы посмотрим позже. Но, во всяком случае, инициатива сейчас остается за Юрием Горбенко. Да, второй раунд, безусловно, прошел под его инициативой. И он выровнял ситуацию, которая была в первом раунде. И сейчас посмотрим, будет третий раунд, кто же станет победителем первой пары. Думаю, кто остался более свеж и кто сейчас в третьем раунде, сделает так называемую концовочку. Да, концовка для боксеров и вообще спортсменов из видов единоборств очень важна. Судьи обращают на это внимание. А мы видим, как Юрий сразу пошел в атаку и руками перехватил инициативу. Серия сильнейших, тяжелейших и увесистых ударов легли в голову Владимира. Причем практически без подготовки. Руки у него уже опущены, видно он устал, стоит на прямых ногах, то есть Юрий на ножках двигается намного лучше. Ну, как я уже говорил, Юрий Горбенко опытнейший боец, он чемпион Украины по тайскому боксу, чемпион СНГ по тайскому боксу. А это уже само по себе немаловажно. Явно видно, Владимир подавлен. Удары его тягучие, он просто выбрасывает ногу, руку, то есть он пытается держать Юрия на дистанции, используя хотя бы свой рост. Но Юрий спокойно входит и наносит тяжелейшие удары в подбородок. Я удивляюсь, как Владимир еще умудряется стоять на помосте ринга. Тактика, в общем-то, Владимир правильная. Он на фронт киках пытается удержать Юрия, не дать ему подойти. Ну, Юрий без особого труда наносит удары постоянно в голову. Попытка ударить круговый удар через спину, я не думаю, это не лучший способ сейчас выйти из данной ситуации у Яловика. И опять входят в клинч спортсмены. Подустали оба, остается всего 5 секунд до конца боя. И победитель уже известен. Я думаю, вы, дорогие телезрители, уже поняли, да, что здесь победителем будет Горбенко Юрий, поскольку так называемую концовку выиграл он. Ну, и весь третий раунд он провел в атаках, причем довольно успешных. Я с вами полностью согласен. Видели сейчас, как Юрий Горбенко провел финт ногой и тут же перевел атаку рукой на голову. Да, он полностью доминировал в третьем раунде. На ринге он был один, противника не было видно. Все повторы, которые мы сейчас видим, они стопроцентно говорят о том, что в этом бою победитель Юрий Горбенко. Главный судья соревнований Юрий Федун, мастер спорта международного класса. Многократный победитель международных соревнований, чемпион мира, внимательно рассмотрел записки, дал команду. Украина, Энергодар! Рефери и рефери поднял руку победителю. Им в первом поединке стал Юрий Горбенко из Энергодара. Он вышел в полуфинал и готовится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова